Первые кадры у военкоматов – это, предположительно, Якутия. И первые кадры внутри – это, как сообщает издание «Люди Байкала», Бурятия. Мужики, едете воевать после подготовки. Поэтому к этому моменту отнестись нормально. В республике Бурятия, рассказывают местные жители, приходили с повестками ночью – 3-4 часа. И вручали их всем без разбора. Деревня просто прочесывали вдоль и поперек. Это, конечно, никакая не частичная мобилизация. Это полноценная мобилизация. Приходили к людям, которые давно на пенсии. Приходили к людям, у которых на попечение ребенок-инвалид. Приходили к тем, у кого протезы. Приходили к тем, кто не так давно перенес операцию и не может сидеть еще в течение полугода даже. То есть к ним тоже приходили. В фонде «Свободная Бурятия» рассказывают, повестки в республике разносят учителя. А вручают их в том числе на рабочих местах. Нам писал молодой человек, который работает в банке. К нему пришли в банк с повесткой. И когда он отказался ее взять, начали подключать понятых, составлять на него протокол, что он что-то нарушает. Он нам тоже писал и спрашивал, насколько это законно или нет. В Минобороны пообещали мобилизовать 300 тысяч россиян. И там же рассказали, что призывать будут тех, кто служил в армии, состоит в запасе и имеет боевой опыт. Но это официально. В указе президента нет ни категорий тех, кого надо призывать, ни численности. Это все отдано на Министерство обороны, которые, как мы знаем, постоянно свои показания меняют. И верить им совершенно невозможно. То есть любой гражданин сейчас может быть призван, находящийся в запасе. Не обязательно тот, кто прошел военную службу, даже как бы не уверял Шереку. И количество тоже может быть увеличено, уменьшено. То есть это уже остается на... Как смогут организовать из Министерства обороны этот призыв. Новые поправки в Уголовный кодекс, наспех одобренные в Госдуме, ужесточают наказание за уклонение от призыва. А один из немногих вариантов не попасть на фронт, по мнению правозащитников, выглядит так. Любой гражданин, имеющий антивоенное убеждение или религиозный, соответствующий, имеет право требовать замены военной службы исполнения гражданскими обязанностями. И это действует и в период мобилизации. И на этом основании можно подавать заявление в эту призывную комиссию, которая будет осуществлять призыв по мобилизации, и требовать получения гражданин, направления как бы в тылу. Все мужчины уже с рюкзаками, сумками, все приехали. Тем временем стало известно, что в Тольятти загорелись дверь и крыльцо здания городской администрации. Появилась информация и о возгорании в здании военкомата в Нижнем Новгороде. Но в основном российские военкоматы на второй день после объявления мобилизации выглядели так. В издании «Новая газета Европа» сообщили, что выяснили содержание закрытого пункта указа о мобилизации. По данным журналистов, в нем говорится о призыве одного миллиона человек, а не 300 тысяч, как утверждалось ранее. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это сообщение ложью.